Извиняюсь, Армения идет прямо в этом направлении, сейчас уже армейская реформа, конечно, мы мало имеем представления о чем это, но судя по заявлениям военных чиновников, военных властей, они говорят о том, что мы будем сокращать там срок службы, сокращать численность армий и переходить на профессиональную армию. Но это для Армении самоубийство. Это самоубийство для Армении. Поэтому, если они пойдут по российскому пути, значит, одна надежда остается, что вот эта маленькая, но профессиональная армянская армия будет интересна России, она будет как такие вспомогательные войска, а полагается все на Россию. Не надо полагаться на дядю, чтобы сохранить собственность, народы и страну. Нельзя это делать. Полагаться можно в конечном итоге только на самого себя. Дядя не помогут. Дядям могут быть другие интересы, как сказал Россия, много интересов, большая страна, много разных фронтов, много разных везде нужд. Может оказаться в этот момент, что скажут, ну, извините, самим нужно делать. Использование израильских турецких беспилотников помогло выиграть войну Азербайджану. Не корректировали огонь артиллерии, прежде всего, там немножко сами стреляли, но главное, корректировали огонь ракетных войск и артиллерии Азербайджана. У России такие беспилотники, в принципе, есть, но это израильские лицензионные форпосты. Можно ли их экспортировать без израильского разрешения? Не очевидно. Ну и потом это Серчер-2, которому уже 25 лет, там даже больше. Это не новая машина. Значит, где Армения возьмет беспилотники, чтобы хотя бы научиться корректировать огонь? Ну, можно, не знаю, Израиль не продаст, Турция не продаст. Армения хочет самому производить, я не знаю, получится ли это? Это не получится. Хорошо не получится. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры сделал DimaTorzok